Но на этом история не заканчивается, если говорить о поклонении. Вероятно, это нам приходилось не раз слышать в разных местах. Кто из вас когда-либо слышал, что поклонение «worship» происходит от «worthship»? Судя по поднятым рукам, около 10 человек. И такой подход отнюдь не без основателя. Опять-таки, замечу, что это еще не все, ибо поклонение — это еще и тот образ жизни, который мы принимаем в ответ на Евангелие. То есть, воплощение ценности Евангелия в жизни. Вот на этом конкретном моменте я и хочу сосредоточить наше внимание. Давайте откроем Римлянам 12. Это хорошо известный текст послания, который проповедники довольно часто используют, призывая паству к посвященности. Апостол Павел пишет, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сей, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Апостол умоляет читателей послания «милосердием Божиим», которое подробно описано в главах с 1 по 11. Евангелие. Все, что он говорит, имеет своим основанием Евангелие. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». И выражено это несколько иным языком. Языком, характерным для Ветхого Завета, в его греческом переводе с древнееврейского. Языком, выражающим служение в храме или скинии, который теперь используется для описания жизни человека, христианина, в ответ на Евангелие. Но в качестве жертвы выступает не животное, а вы, то есть сам человек. Последующие главы, как мне кажется, раскрывают эту мысль Павла. Причем подчас речь идет о повседневной жизни. То есть тот образ жизни, который вы ведете в ответ на Евангелие, проявляется в частности в том, что вы добросовестно платите налоги. Он проявляется в том, что вы внимательно и чутко относитесь к немощным братьям и сестрам по вере, когда дело касается употребления той или иной пищи или дня поклонения Богу. 13 глава посвящена вопросу о налогах, 14 вашему поведению в отношении немощных братьев и сестер. В 15 главе Павел развивает тему поклонения, представляя нам свое видение вопроса, а именно то, какое поклонение ожидается от него в ответ на Евангелие. В данной главе он рассуждает по поводу своего апостольского служения. Стихи с 14 по 17. Вот что он говорит. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы, полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Написал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминании вам, поданной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Божия». Это не священодействие, совершаемое в Иерусалимском храме. Служение Павла – это проповедь Иисуса Христа. Апостол выражает его ветхозаветным языком «богопоклонение». Далее он продолжает. «Дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе о том, что относится к Богу». Таким образом, он сознательно совершает служение Слова в Средиземноморье и видит, как на это откликаются язычники. Самих же этих язычников, которые приняли благую весть, он рассматривает как свое священническое приношение. Как священник, он обращается к народу от имени Бога и к Богу от имени народа. Так вот эти язычники, которые стали единым целым, приняв Евангелие, и есть приношение Павла Богу, его духовное поклонение. Так в ответ на милости Божией выглядела и его жизнь. Как апостола. Итак, что же мы здесь обнаруживаем? Полагаю, что, согласно христианскому свидетельству, это лишь частный пример, который, по-моему, дает неплохое общее представление. Поклонение можно понимать как в широком, так и в узком смыслах. Последнее – это традиционная трактовка поклонения как восхваление Бога. В общении или индивидуально, в рамках благодарения, превозношения, чествования. В широком смысле под поклонением понимается жизнь. Вся жизнь, как благоговейный отклик на Евангелие. Итак, широкое и узкое понимание. Помимо этого, следует различать совместное и личное поклонение. Индивидуальное или личное поклонение отражено в описании Павла своих апостольских трудов. Совместное поклонение происходит всякий раз, когда верующие собираются вместе. Примером этому служат 4 и 5 главы Книги Откровения. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok